Девушки отдыхают Привет-привет! С вами Сергей Еремишин, и это медиа-экспедиция «Серебряное ожерелье России». Я прибыл в один из самых северных городов нашей страны, в Мурманск. Первым делом я прибыл на самую высокую усопку Польского залива — Зелёный мыс. Именно здесь находится памятник защитникам советского Заполярья, памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне. Это, по сути, неофициальный символ города, его визитная карточка. Местные жители сразу, как только монумент был возведён, прозвали его «Алёша». Памятник Алёша знает все, но в Мурманске есть и другие достопримечательности. Давайте с ними познакомимся. Итак, памятник «Ждущая» — бронзовая статуя девушки, провожающая взглядом корабли, уходящие в море. Памятник «Жертвам интервенции». Памятник «Герою Великой Отечественной войны» Анатолию Бредову. Прямо за мной находится церковь «Спас» на водах, а передо мной одна из самых известных достопримечательностей Мурманска. Это памятник морякам, погибшим в мирное время. Паровоз «Памятник Л-43-86» находится на железнодорожном вокзале Мурманск. Возможно, многие слышали историю про кота, который затерялся где-то в Москве, а затем нашёл дорогу к своим хозяевам в Мурманск. На путешествование ушло почти шесть лет. Люди вдохновились таким подвигом и поставили коту памятник с грустными глазами и узелком в лапах. Памятник «Тюлень». Памятник «Треске». Кстати, выполнен в натуральную величину памятник. Дерево любви. Влюблённые пары могут заказать свой собственный листик и повесить на это дерево. Если вы оказались в Мурманске, обязательно приезжайте погулять в парк культуры и отдыха. Излюбленное место досуга мурмчан. Здесь есть живописное озеро Семёновское. Вы можете покататься на лодках и просто погулять по парку. Легендарный первый в мире атомный ледокол «Ленин». В морском вокзале есть классная кафешка, где вы можете попробовать живого морского ежа и гребешка. Я, к сожалению, не могу с ней живое существо. Вместо меня это сделает мой коллега Анатолий. Друзья, это потрясающе. Северная природа, мне кажется, это лучшее, что есть на нашей планете. Здесь такая сила и мощь, которую ты ощущаешь всеми фибрами своей души и своего тела. И все это часть серебряного ожерелья России. Кстати, если вы решите сюда приехать, обязательно возьмите, во-первых, паспорт с собой, потому что здесь приграничная зона. И, во-вторых, возьмите, конечно же, дождевик, потому что погода меняется непредсказуемо. Водопад называется Мельничный каскад. Многие утверждают, что здесь когда-то была мельница, но версия эта ошибочная. На самом деле, вот это вот строение – это остатки ГЭС, которая была уже построена после Второй мировой войны. Китовка является довольно крупной горной рекой. Она имеет множество порогов и быстрое течение впадает в Баренцево море. Кстати, в древности ее называли китовкой, так как в ее устье существовала китобойная промысел. И время от времени на берег морским течением выбрасывала китов. Я безмерно впечатлен водопадом в Мельничный каскад и хотел бы посмотреть на еще один, который находится на реке Лавна. Куда-то я сейчас и отправлюсь. Я не попал на водопад до реки Лавна, потому что время оказалось уже позднее. И добираться оттуда не так просто. Нужно полчаса пройти по лесу в одну сторону, полчаса в другую, а мне уже пора возвращаться в Мурманск. Но вместо этого я оказался в другом, не менее интересном месте. Это самый северный пляж в России. И сейчас я искупаюсь в самой холодной воде. Река Ура впадает в Баренцево море. Протяженность пляжа, кстати, 1500 метров. Но могу сказать, что купание в реке остается экстремальным развлечением. Температура даже летом здесь прогревается всего лишь до 14-16 градусов. Ну что ж, пришло время двигаться дальше. Я отправляюсь в Лапланский заповедник, а затем хочу посмотреть на Хибины. Лапланский заповедник. Если вы решите сюда приехать, имейте в виду, что погода здесь непредсказуемая. Мне вот, например, не очень повезло. Дует сильнейший ветер, идет дождь. Могу все-таки попробую снять красивые какие-то пейзажи, чтобы вы могли посмотреть. Почему стоит сюда приехать людям, которые здесь еще не были? В Атландии у нас на территории заповедника Битая западная популяция дикого северного оленя, которая раньше была распространена по всему северному Европу, от востока Кольского поострова до запада, до фьордов норвежских. Олени мигрировали в течение сезонных сезонов вдоль берегиана. И сегодня дикий северный олень, именно дикий северный олень остался у нас только в заповеднике, здесь вот охраняемой популяции. Расскажите, каких животных здесь можно встретить? Животных здесь водится достаточно много. Здесь 31 вид млекопитающих. Но на моей памяти, сколько я видела животных, это, конечно, были олени. В прошлом году я повстречала в тундре, наверное, стадо около 200 оленей. Это медведи, которых тоже за 12 лет работы я увидела первый раз в этом году. Лоси, это мелкие млекопитающие грызуны по большей части. В сумеречный период времени можно встретить лису, зайца, собственно, ну, самых таких распространенных. Куницу, вот росомаху только не видела. Погода стоит чудесная, и сейчас я прогуляюсь по экотропе, которая здесь пролегает. Холодно, холодно. Несмотря на погодные условия, гулять здесь все равно очень здорово. Возможно, потому что природа здесь нетронутая, находится в первозданном виде. Опа, а животных мы сегодня можем не увидеть. Здесь недавно проходил один. Смотрите, это его следы. Представляете, на этом камне растет около 10 видов лишайника. Помимо оленей, в заповеднике водится много разных животных. Это росомаха, зайцы и даже медведи. Если вдруг с ними встретитесь, пожалуйста, их не пугайте. Весь растет вечно голодное растение, россянка. Вы можете взять внушки и покормить его. Нет, и все-таки, несмотря на ветер и дождь, все равно очень классно. Чувствовать жизнь. Кстати, это место в языке саланов, я не помню, как звучит, он переводится как «место жизни». Именно это я ощущаю. А знаете, мне все равно понравилось. Очень рекомендую вам сюда приехать. Тем более, сейчас любой желающий может это сделать. Ну, а я отправляюсь дальше. Вот я и в Кировске, друзья. И прямо сейчас отправляюсь в джип-тур по Хибинам. Смотрите, уже лето, но еще лежит снег. И будет лежать он до середины августа. А потом опять начнется зима, и он опять появится. Хибины и горы хоть и небольшие, но очень опасные. Зимой здесь сходят лавины, а летом можно заблудиться в тумане. Поэтому, если собираетесь сюда в поход, или на джипе, или на квадроцикле, будьте аккуратны и внимательны. Горы — это всегда серьезно. А передо мной вид на озеро Длинное. Живописное горное озеро. Воды здесь бывает и побольше, когда тает снег, а бывает и поменьше. Растительств в горах не очень много. В основном здесь растет ягин. Кстати, многие пудут его саммхом, но на самом деле это лишайник. Если вы здесь оказались, ни в коем случае его не срывайте, потому что растет он очень долго. Лет 15 может расти. Хороший. Идем на водопад, который в народе называют красивый, а на самом деле он называется водопад на реке Рисио. Я уже слышу, как шумит водопад, но мне предстоит непростой спуск. Вот он, водопад на реке Рисио. Не зря его прозвали красивым. Он действительно очень красивый, как и все водопады на Кольском полуострове. Кстати, отсюда не видно, но глубина под водопадом полтора метра. И люди здесь даже купаются. Но температура воды 5-7 градусов, поэтому я этого делать не буду. Вода здесь питьевая. Сейчас попробую ее на вкус. Очень вкусная. Прям такая насыщенная. С ароматом что ли каким-то даже. Не устаю повторять. Здесь нет ничего прекрасней и волшебней северной природы. Наверное, поэтому она так манит туристов. Сюда хочется вернуться вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преодолеваем горный ручей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серебренное ожерелье России. Кстати говоря, в Хибинах вы можете остановиться не только в палатке, но и в гостинице. А сейчас я хотел бы посетить самый северный ботанический сад в России. Когда-то он был самым северным и в мире, но норвежцы построили свой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что-то мне захотелось кофе. А вот он растет. Кофе арабский, пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляете, и на севере растут финиковые пальмы. Коллекция растений действительно впечатляет. Рекомендую вам сюда заглянуть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется гулять дальше по Хибинам, дышать этим воздухом, шагать по горам. Но мне пора двигаться дальше в рамках нашей медиа-экспедиции. Меня ждет еще очень много интересных мест. А я на память о своем путешествии хотел бы оставить вот такой вот камушек под названием эвдиолит или лопарская кровь. С вами был Сергей Ермишин. Петербургский дневник. Отправляйтесь в путешествие по Мурманской области. Проезжайте в Хибины, проезжайте в Териберку, открывайте новые места. Отправляйтесь прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»